Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Вдруг я поняла, что очень давно, ну очень давно у нас с вами не было KFC. И тем более, не забивая челленджи, я подумала, почему бы нет, и решила это все дело организовать для вас. Так, у нас что здесь? Ну, баскет, естественно, и все, что в нем содержится. К сожалению, не острых не бывает этих крылышек, кто вообще знаком с творчеством KFC, не дадут мне соврать. Есть очень острые, а есть не очень острые. Вот это как раз-таки не очень острые. Но они тоже острые. Тем более для меня. Здесь у нас сырный соус от Heinz. И давайте начнем. Стояла я в очереди и ждала, пока мне их приготовят. 20 минут. Такая очередь была. Наверное, в военные времена за хлебом такой очереди не было. Вообще, молодцы, KFC и McDonald's. Так хорошо распиарили. У них такого нету, знаете, раз на раз не приходится. То есть, один раз заказываешь, например, приходит нормально, второй раз приходит плохо. У них всегда одинаково. Одинаково вкусно, одинаково классно. Я прям вечером пошла. У меня прям недалеко от дома есть KFC. Поэтому я не стала переплачивать и через доставку заказывать. Доставка плюс-минус еще 100 рублей. Ну, в зависимости от того, из какого заведения ты будешь заказывать. Легче самовывоз, конечно. Сегодня была опять у Фати. Забыла зарядку. Мы поснимали немножко тиктоки. Для влога поснимал немножко. Я уходила на обратном пути. Я вспомнила, что я забыла маску. Хорошо, что я в лифте вспомнила. Поэтому поднялась, взяла свою маску. Нас в общественный транспорт не пускают без маски. Я считаю, что правильно делают. Как-то посмотрела видео девушки. Она прям ругается в автобусе со всеми. Ей говорят, что если вы не наденете маску, то мы не поедем. То есть автобус не поедет. Ну, правила такие. Зачем обижаться? Завтра вот этому шоферу надо. Его оштрафуют. А девушка конкретно не понимает. Начинает ругаться с другими пассажирами. И она просто начинает это снимать и выкладывать в тикток. Набрало очень много просмотров. И все негативные комментарии просто удаляет. Это называется популярность любой ценой. И не важно, какая у тебя будет репутация потом. В общем, таких неадекватных людей я не понимаю. Не нравится тебе правило садись на такси и езжай. Или покупай машину, садись за руль и езжай, как ты хочешь. Я человек, который очень любит попить. Для меня не забывает челлендж. Для меня это вообще что-то очень трудное. Панировочка такая. Обалдеть просто. Скоро мама ездит в деревню. Поэтому, скорее всего, долгое время мы с вами будем кушать один фастфуд. Хотя, может, я сумею что-то смастерить. Но не факт. Просто вкуснотища. Есть люди, которые просто нарываются на скандал. Я человек очень мягкий. Я стояла в очереди, чтобы на свою карточку положить денежку. Эта карточка это что-то вроде проездного. Для метро, для транспорта. У меня же своей тачки нету. Так вот. И впереди меня была одна девушка. Потом пришла другая девушка. И опередила меня. Она сказала, что она давно уже стоит здесь в очереди. Она забила место еще год назад. Просто зашла в супермаркет. Я сказала, окей. Стою как лох. Дальше приходит другая девушка. Такая вся в татуировках. Ну, что-то вроде парня, да. Но дело даже не во внешности. И она просто берет и встает впереди меня. Я-то пытаюсь держать дистанцию. Коронавирус и все дела. А она просто встает передо мной. И тут я такая говорю, девушка. Я тут вообще-то говорю, уже 15 минут стою. Она так посмотрела на меня, как будто я ее как-то обозвала или еще что-то. Вот так вот минуты три так смотрела на меня снизу так вверх, сверху вниз. Можно подумать, я что-то криминальное ей сказала. Возможно, мне показалось, это был мужчина. Нет, шучу. Это была девушка. И она мне ничего не сказала. Просто вот так вот спалила на меня. Она хотела, наверное, сказать, что ты тут вякаешь, я не понимаю. Иногда твою доброту воспринимают за просто лохушка. И ничего, она уступила мне место. Не то, что уступила, я просто пошла назад. Поэтому наглость некоторых людей просто меня убивает. Моя любимая еда теперь это вода. Еще, кстати, вы часто спрашиваете меня, почему я закрываю комментарии, и не только я, а Фатю тоже, под нашими общими роликами. Я могу объяснить. Дело в том, что некоторые люди как будто специально хотят нас посолить. Они начинают писать какие-то вещи, которые, например, настраивают меня против Фати, или Фатю против меня. Дабы избежать этих моментов, мы решили закрыть комментарии. Мне кажется, так у нас голова не болит. Кому-то нравится видео с Фатей, кому-то не нравится. Заходят, начинают писать неприятные вещи. Вот. Поэтому лучше всего, что сделать, закрыть комментарии, если есть такая возможность. Я вот, например, в ТикТоке тоже всегда закрываю комментарии под всеми видео. Понятное дело, что мои подписчики ничего плохого не напишут. Но в ТикТоке очень много мимо проходящих людей, которых, например, в Инстаграм я не добавляю. могут написать все, что угодно. Ты читаешь, у тебя прям мотивация идет на ноль. Зачем оно надо? Если есть такая возможность просто не портить себе настроение, почему бы это не делать? Например, в Инстаграме я таких людей просто не добавляю. Сразу видно фейковый аккаунт. Видно, что человек просто подписывается на каких-то людей, чтобы писать им гадости. Таких я, конечно, не добавляю. Иногда я еще замечаю, одна девушка мне писала хорошие комментарии, постоянно отвечала на истории. А я тоже ей постоянно пыталась отвечать. В последнее время я как-то не успевала. И получается, что она 4-5 раз отреагировала на мою историю. И я ей, получается, не ответила. И она начала мне гадости писать. Представляете? Типа, если ты мне не отвечаешь, я тебя буду обсирать. Я взяла, заблокировала. еще мне очень не нравится, когда люди начинают что-то там гнать за веру. ребят, у нас в исламе нету такого, что тебя заставляют делать намаз, тебя заставляют покрываться. Каждый человек должен прийти к этому добровольно. И я с большим уважением отношусь к людям, которые реально выполняют все правила. мне искренне не нравятся люди, которые начинают осуждать других людей. я считаю, что почему ты не делаешь намаз, почему ты не покрываешься. я считаю, что неправильно осуждать кого-то. Ты делаешь, ты молодец. он не делает, он за это получит. Он не пришел к этому. Мы же топим за толерантность. Такие моменты мне очень не нравятся. Я в тиктоке подписана на девушку, она в хиджабе. И она какие-то вещи про религию говорит. Очень умная девушка. Мне реально очень нравится. Я восхищаюсь такими девушками. У меня есть двоюродная сестра. И она тоже очень так хорошо относится к религии, сама придерживается. И ее цель, чтобы все стали такие, как она. Она не понимает, что мы не хотим. Не хочешь, это твои проблемы. Я хочу. Вкуснотища, ребята. Просто вкуснотища. Оно того стоило. Я стояла в очереди и ждала. И оно того стоило. Вот водичка. Некоторые меня обвиняют, что нет, ты выпила за кадром. Вот. Она такая была, она такая и осталась. Иногда бывает газированный какой-то напиток. Когда газ испаряется, так скажем, он становится чуть меньше. И все. В комментариях начинаются обвинения, что Айка, ты выпила. Все честно, ребят. Не забивай, так не забивай. На этом все. Было очень вкусно. Вот водичка недопитая. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока!